Рабочий день директора начинается рано. До начала уроков еще много дел. И если задача учителя – давать знания, то задача директора – грамотно организовать образовательный процесс. Поэтому сначала – летучка. Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались с вами, чтобы обсудить подготовку к нашему фестивалю «Мой лучший урок». По ту сторону трибуны – внимательная команда учителей. И не случайно все в одном корпоративном цвете. Такая особенность, говорят педагоги, помогает лучше чувствовать поддержку коллектива. Мы уверены, что любая команда, когда она сплочена, она достигает высоких результатов. И это подтверждается нашими достижениями. Поэтому и внешним видом мы хотим показать, что мы действительно одна, единая, сплоченная команда. Если мероприятие относится к такому более спортивному направлению, то у нас есть спортивная общая форма, которая состоит из джинс и пола. Задачи на рабочий день поставлены. Следующий пункт – проведать учеников. В этой школе педагог точно не потеряет своих малышей среди других. Каждый класс начальной школы в своей цветовой палитре. Добрый день, ребята. Как настроение? Хорошо. В школе Силагофитского все продумано до мелочей. И чтобы такая большая учебная машина работала исправно, нужен грамотный руководитель. Елена Ивановна Харитонова у руля управления школой уже восьмой год. До этого 30 лет работала здесь учителем русского языка и литературы. И в родной школе знает и любит каждый уголок. На каком-то этапе у человека появляется желание что-то изменить. Изменить, может быть, не только в себе, но и вокруг себя. И когда ты видишь, может быть, какой-то деталь, какой-то мелочи, думаешь, а вот я бы здесь сделал вот так. И если есть это желание, то нужно и осуществить это желание. И когда я сейчас вижу свою школу красивой, уютной, я думаю, ну, здесь есть и частичка меня, здесь я растворилась. Задача любого учителя, рассказывает Елена Ивановна, прежде всего воспитать в ребенке человека. Поэтому особое внимание здесь уделяют дополнительному образованию. Патриотические кружки и театральные студии, поисковые команды и юнормейцы, волонтеры, спортсмены и ученики образовательного центра «Точка роста». И все свои достижения школа не оставляет без внимания. Автором первой истории Гафицкой средней школы был Геннадий Васильевич Батищев, чье имя носит сейчас наша школа. Я хочу сказать, что это был богатейший архивный материал, представленный в этой книге. Ну, а вторую часть мы написали уже после того, как Геннадия Васильевича не стало. Авторский коллектив и я в том числе. Мы создали уже историю от 2000-х до наших дней. И сейчас работаем на третьей частью. Достижения родной школы под своим руководством Елена Харитонова представит на всероссийском конкурсе «Директор года». Свыше тысячи учителей подали заявки на участие. Педагог стала одной из 30 финалисток со всей страны. Рассказать о том, что мы делаем, чем мы живем, какие у нас задачи, какие трудности. Встретиться с коллегами, потому что это будут люди со всех уголков нашей необъятной России. Поэтому, наверное, все-таки задачи у нас, возможно, общие, а условия разные. И что-то новое мы обязательно друг от друга почерпнем. Финал конкурса пройдет в Москве. И свой профессиональный праздник педагог тоже встретит в столице, в окружении своих коллег. А желают землячки победы Виктория Шкальная, Олег Байкулов и Евгений Тимофеев. Ставропольское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok